Всем привет и добро пожаловать на канал о вышивке Лау Стичен. И в этом видео мы сегодня с вами будем вместе листать и рассматривать книгу декоративное вышивание по конве по мотивам рисунков Уильяма Морриса, автор Бет Рассел. Хочу сказать спасибо всем, кто проявил интерес к моему видео-анонсу рубрики «Рукодельная библиотека». Если вы не посмотрели еще это видео, оставлю на него ссылку. В нем я показываю все на данный момент свои книги, посвященные вышивке. И, пожалуйста, не забывайте оставлять свое мнение, какую книгу вы хотели бы посмотреть дальше. Можете написать это как в комментариях к тому первому видео, так и в комментариях к этому видео. Все голоса обязательно будут учтены. Но начнем мы с книги, которую вы сейчас видите на экране. Прежде чем мы обратимся к этой книге, посвященной дизайну по мотивам работы Уильяма Морриса, также хочу сказать, что сейчас я вышиваю тоже работу по гобелину Уильяма Морриса «Апельсиновое дерево», но от компании Golden Kite. Так что, если вам нравятся разработки, дизайны в таком стиле, то не обязательно вышивать работы по данной книге. Дизайны Уильяма Морриса также разработаны другими фирмами. В частности, я встречала их в разработках Golden Kite и Hyatt Heaven and Earth Designs. Но сегодня мы обратимся к этой книге, которая тоже представляется достаточно интересной. Но также хочу сказать, что здесь несколько другой подход к вышивке. И здесь автор предлагает нам не просто вышивать крестиком, хотя, конечно же, пользуясь этими схемами, мы можем вышивать все дизайны либо крестом, либо гобелином. Но здесь во многих работах предполагается сочетание техник. И сейчас мы все внимательно посмотрим. Еще хочу сказать, что Уильям Моррис – это действительно очень талантливый человек, основатель движения искусства ремесел Arts and Crafts в конце 19 века в викторианской Англии. И думаю, что я сниму отдельное видео, посвященное судьбе и творчеству Уильяма Морриса, и не будем сейчас на это отвлекаться. Но Уильям Моррис действительно очень интересная личность. И также, думаю, важно познакомиться и с его жизненной философией, и не только творчеством. Но сейчас давайте уже приступим к нашей книге. Итак, эта книга достаточно небольшая, вот в такой гибкой глянцевой обложке. Книга была выпущена в количестве двух тысяч экземпляров и отпечатана в 2016 году. По крайней мере, мой экземпляр, поэтому тираж, можно сказать, достаточно небольшой. А автор данной книги – вышивальщица и дизайнер из Великобритании Бет Рассел. На первом развороте мы видим содержание, в котором указываются все дизайны, представленные в книге. И первые иллюстрации, вот эту иллюстрацию мы с вами еще увидим. Это композиция «Земляничный вор». Здесь можно встретить много вариаций, схемы этого дизайна. Далее представлено введение, в котором Бет Рассел рассказывает о своей семье, своем детстве и истоках своего увлечения вышивкой. На следующем развороте тоже продолжается повествование. Представлено несколько дизайнов Уильяма Морриса. Далее мы можем посмотреть на портрет художника. И следует небольшая статья, посвященная движению искусства ремесла, о котором я уже сказала. Но когда я буду вам снимать отдельное видео, я буду опираться не только на эту информацию. И на следующем развороте уже следует первый дизайн «Земляничный вор». На левой странице мы видим изображение готовой работы, а на правой представлено вот такое интересное кресло с подушкой. Здесь тоже дизайн «Земляничный вор», но вы можете видеть некоторые различия. На левой странице изображены ягодки, а на этой подушке вышит цветок. Очень интересно почитать каждому дизайну. В этой книге есть некоторая предыстория, где указывается, что это за узор, когда он был разработан Уильямом Моррисом и где хранится оригинал. Дизайны Уильяма Морриса представлены как в виде декоративных подушек, гобеленов, ковров, так и, например, тряпичных обоев и других предметов декора и интерьера. И здесь тоже важно отметить, что многие считают Уильяма Морриса родоначальником современного дизайна. Далее мы видим вот такой очень красивый, интересный деревянный стул, сидение которого оформлено тоже с данным дизайном. Как видите, достаточно подробно в этой книге раскрывается каждый дизайн. И уже следующий момент – это инструкции по выполнению. Здесь давайте посмотрим более подробно на примере первого дизайна, а затем будем листать книгу несколько быстрее. Здесь указывается порядок работы, инструкции все по работе и выполнению швов, представленные в конце книги. Тоже на это посмотрим. К каждому дизайну указывается размер узора в стежках и в сантиметрах. Используется различная ткань. Например, достаточно часто предлагают использовать одинарную 14-ю канву. Ну, под одинарной я здесь думаю, что имеется в виду моно-канва, похожая на страмин или на гобеленовые сетки. То есть канва должна быть достаточно жесткой. И какая игла вам понадобится здесь? В частности, рекомендуется игла номер 20, то есть тоже достаточно крупная. И самый интересный момент – здесь все дизайны рекомендуются вышивать шерстью для вышивания фирмы Эпплтон. Когда я выбирала эту книгу в интернет-магазине, я не знала и не задумывалась над тем, какой именно пряжей, какой шерстью для вышивания нужно будет выполнять будущие дизайны. Но, конечно же, когда я получила эту книгу, я сразу заинтересовалась этим вопросом по поводу шерсти Эпплтон. И хочу тоже поделиться с вами некоторой информацией, которую я нашла по данному вопросу. Итак, шерсть для вышивания Эпплтон или гобеленовая шерсть – это нити, которые производятся в Великобритании. Пока я не нашла, где можно приобрести эту пряжу в России. Нашла только один сайт, на котором продается полная палитра по одному мотку этой шерсти. Всего там 421 цвет за 600 долларов. Но пока я там не смогла найти информацию по поводу доставки в Россию. Скорее всего, там доставка присутствует только по Соединенному Королевству. И также мне удалось найти один сайт, но тоже нужно еще эту информацию проверить. Сайт, на котором указывается, что в России, в Москве, рядом с Красной площадью, есть офис компании, занимающийся продажей наборов, уже готовых наборов, и по дизайнам, представленным в этой книге, и другим дизайнам по разработкам Уильяма Морриса. Причем как вышивка гобеленов, так и больших полноразмерных ковров. На сайте представлена информация о возможности приобрести готовые наборы. Однако, что меня смущает на этом сайте, это то, что последнее обновление информации было 2 года назад, в 2016 году. И я могу оставить ссылку на этот сайт для вас, вы тоже можете посмотреть, но не могу гарантировать, что этот магазин существует до сих пор. Хотя, конечно же, мне было бы интересно, если такой магазин существует, возможно, в будущем совершить там заказ. Но сразу могу сказать, что цены на эту продукцию достаточно дорогие. Так, цены за небольшие работы начинаются от 3 до 10 тысяч рублей, а, например, полноразмерные ковры, ну, конечно же, это впечатляющая работа, размером 2 на 2 метра эти ковры в среднем, цена до 50 тысяч рублей за набор. Ну, в принципе, это достаточно интересно. И также я еще пока занималась изучением вопроса про Шер Степлтон, находила страницы рукодельных форумов, достаточно давняя там информация, начиная с 2009-2010 годов, где уже тогда обсуждаются дизайны из этой книги. Поэтому могу предположить, что моя книга 2016 года выпуска, это уже не первое издание. И там тоже обсуждается вопрос, где приобрести данную шерсть и чем ее можно заменить. И даже можно встретить таблицы перевода этой пряжи в цвета DMC. Ну, как именно я буду вышивать по этой книге, мне здесь нравится несколько дизайнов, я еще не знаю. Обязательно буду вам рассказывать подробно, когда я буду приступать к этим работам, но сразу хочу сказать, что это будет не в ближайший год. Ну, в любом случае, давайте изновь обратимся к книге. Здесь представлены в качестве ключа название цвета на русском языке, номер его в цветах палитры Эпплтон и количество мотков. Но также, встречаю еще информацию, что у фирмы Эпплтон есть мотки двух размеров, маленькие и полноразмерные. Поэтому здесь тоже в некоторых дизайнах будет указано, что нужно, например, три больших мотка, а не просто три мотка этой пряжи. И также здесь есть, как мы можем видеть по схеме, на которую мы сейчас посмотрим поближе, не закрашен фон, но здесь предполагается вышивать не на синей ткани, а зашивать этот фон темно-синим цветом. Это цветы Niga 926. И по поводу рекомендаций зашивки фона, их здесь несколько, различными швами на выбор каждого на свое усмотрение. И о технике швов информация представлена в конце книги. Давайте перейдем к более внимательному знакомству со схемой. Как и все страницы этой книги, страница со схемами глянцевая, и большинство значков в схеме просто представляют собой цветные квадраты, но можно сказать, что часть элементов и цветы символьные, как, например, серединка вот этого цветочка, но все-таки преобладают просто цветные значки, хотя цвета достаточно хорошо различимы. Сейчас я показываю вам эту книгу с некоторым увеличением, но в жизни схемы достаточно мелкие. Сейчас давайте я поднесу линейку, и мы видим, что размер квадратика 10х10 составляет по схеме 1,5х1,5 см. В принципе, с такой схемой можно работать, но думаю, что большинству людей гораздо удобнее было бы ее увеличить, и возможность делать для себя цветные копии схемы подчеркивается автором книги. Вторая особенность схемы, которую я тоже хочу подчеркнуть, это, как вы можете видеть, представлена для нас ровно половина сюжета. Сюжет, напомню, выглядит вот так, и он зеркальный, и тоже предлагается, если вам неудобно пользоваться такой схемой, сделать для себя зеркальную копию, либо поставить вещественное зеркало, и тогда в нем будет отражаться вторая половина узора. Но, по крайней мере, для себя я считаю, что способ с зеркалом достаточно неудобный, и больше будет шансов совершить ошибку при вышивке, и я думаю, сделать для себя, когда буду работать по этой книге, все-таки отдельную схему и на вторую сторону. И этот дизайн «Земельничный вор» здесь представлен в нескольких вариантах. Вот это первый вариант с цветком, на обороте мы видим второй вариант с ягодкой, здесь важно обратить внимание, что это не вторая сторона предыдущего узора, а это вторая схема, но в данном случае здесь нам представлена правая сторона. И также инструкция по поводу материалов и описания работы. И вот так выглядит схема сюжета «Земельничный вор 3», где представлены и ягодки, и цветочки. Следующий сюжет называется «Птица». Здесь, с левой стороны, мы видим изображение ткани по рисунку Уильяма Морриса, и это как раз, как здесь указывается, первая ткань, которая была изготовлена по его изображению. Изначально она была разработана для гостиной в Кельмскотт-хаусе, это дом Уильяма Морриса в Хаммерсмите в Лондоне. И на правой странице мы видим изображение вышитого мотива на наволочке. И здесь также, как и в предыдущем сюжете, представлена только правая сторона схемы. Следующий дизайн «Птицы» и «Лилия». Здесь мы видим варианты оформления в сиденье, стула и подушку. На следующем развороте вновь представлена правая сторона схемы сюжета. Следующий сюжет – «Орнамент Лоден», который вновь представлен в качестве наволочки. Здесь два вида узоров. Узоры Лоден-1 и Лоден-2 представлены в спальне в поместье Стенден в Ист-Гринстед. Это дом, построенный Филиппом Уэббом. И большинство предметов интерьера в этом доме были выполнены компанией Уильяма Морриса, Моррис и Ко. И на следующем развороте мы вновь видим схемы. Это схема узора Лоден-1 правой стороны и левая сторона схемы для узора Лоден-2. Следующий разворот – сюжет шпалеры. С левой стороны – обои, произведенные фирмой Сандерсон. И печатаются эти обои вручную по разработкам Морриса до сих пор, как указывает автор. А с правой стороны мы видим подушку с узором шпалеры. Лежит она на кресле, принадлежащем самому Уильяму Моррису в старой кухне, тоже в особняке Кельм-Скотт, где сейчас выставляются принадлежавшие художнику вещи. И на следующем развороте представлена схема этого сюжета. Причем в данном случае мы первый раз сталкиваемся с примером, когда изображена вся схема, и не нужно с ней дополнительно работать, если вы только не хотите изменить размер, например, укрупнить эту схему. И этот сюжет достаточно большой, на 14-й конве он получается размером 50 на 50 сантиметров. Следующий разворот, сюжет «Окно Тиффани». Это узор, который повторяет фрагмент стеклянного купола, который был выполнен около 1900 года известным американским художником по стеклу Луисом Тиффани, сыном Чарльза Тиффани, основателем одноименной компании. И Раву мы видим фотографию вышивки. Здесь подчеркивается, что важно при вышивке неба и облаков не столько опираться на рекомендацию схемы, сколько на собственное творчество, чтобы достигать прекрасных неповторимых переходов. И на следующем развороте мы видим опять-таки полную схему этой вышивки. Следующий сюжет называется «Полевые цветы», точнее это набор из трех сюжетов. На левом развороте мы видим два сюжета, оформленные в наволочке, и один сюжет представлен на стене. Это набор вышивок, где представлены три сюжета, чистотел, примула и колокольчики. И еще представлен четвертый сюжет, его чуть хуже видно, он представлен на сиденье стула, это сюжет на перстянка. И далее будет следовать несколько разворотов со схемами этих сюжетов. На 14-й конве размер каждого сюжета получается 35 на 35,5 см. Вот так выглядит сюжет «Колокольчик». Следующий сюжет чистотел. И примула. Из всех четырех сюжетов мне больше всего нравится примула. Следующий сюжет. «Тюльпаны и нарциссы» вновь парные сюжеты. На левом развороте мы видим дважды выполненный этот сюжет с черным фоном в качестве наволочки, с белым фоном в качестве сиденья стула. А на правом развороте узор тюльпаны, вышитый на синем фоне, тоже представлен на сиденье. Есть еще два разворота с выполненными тюльпанами на различном фоне и в различных цветовых решениях. Желтые тюльпаны и розовые. Вот так выглядит схема для розовых тюльпанов. Мне тоже этот сюжет нравится. Его размер получается 35,5х37 см. Но с учетом того, что в этом сюжете рекомендуется использовать 18-ю канву. Достаточно нечасто для сюжетов данной книги. И следующий разворот представлен сюжетом «Нарциссы». Рекомендации по вышивке этого сюжета те же. Следующий сюжет «Сороки». Здесь указывается, что оригинал этого сюжета рисунок на керамической плитке. Схема тоже представлена полностью. И размер этого сюжета 36х36 см на 14-й канве. Следующий сюжет – это ковер «Холланд Парк». Это ковер ручной работы. Фирма Уильяма Морриса изготавливала его не в единственном экземпляре. Называет этот узор «Холланд Парк», так как Александр Айонидас заказал этот ковер у фирмы для комнаты в античном стиле в своем доме в Холланд Парке в Восточном Лондоне в 1883 году. А сейчас тот экземпляр ковра хранится в музее Виктории и Альберта. Хотя сам Уильям Моррис назвал этот узор «Карбрук». И вот на левой странице вы можете видеть этот узор в синей гамме. А справа расположена вот такая очень интересная кровать в готическом стиле, перед которой постелен ковер с этим же узором, но выполняется он здесь в коричневой гамме. И это фотография из интерьера спальни Уильяма Морриса в знаменитом особняке «Келем Скотт». И этот небольшой коврик здесь постелен поверх большого ковра с узором «Маргаритка», который был разработан в 1870-х годах. А покрывало здесь также на этой фотографии вышито. Давайте покажу покрывало поближе. Но схемы с этим узором в книге нет. Этот узор был вышит Джейн Моррис, супруга Уильяма Морриса. Этот узор также перекликается со всем интерьером, как указывает автор работы. Вот так выглядит схема для этого узора. Но, как вы можете видеть, это совершенно не полная схема, это всего лишь 1 четвертая. И работая с этой схемой, ее придется переворачивать или же немного сделать подготовительной работы. Получается ковер в тиметрах это 155 на 86. Следующий узор «Акант». Этот узор тоже достаточно знаменитый. И я видела этот узор в схеме от «Голден Кайт». И также еще хотела бы добавить по поводу первого узора «Земляничный вор». Его также я встречала в разработке от «Heaven and Jeff Designs» от «Хайет». Давайте вернемся к узору «Акант». Слева вы видите обои, выполненные в 1875 году с данным узором. А справа представлен узор «Акант» в исполнении на скатерти. И на следующем развороте мы видим этот же узор, выполненный в качестве напольного ковра. Размер работы, предлагаемый в этой книге, получается 162,5 на 98 см. То есть даже еще больше предыдущего ковра. Однако выполняется он на конве для ковров чуть более мелкой, седьмого каунта. Также написано, что возможно и вариант на восьмом каунте «Цвайгард». На следующем развороте вновь представлена крупная фотография этого сюжета. И далее мы видим вот такую схему. Ну, это тоже схема половины работы. Следующий сюжет называется «Хаммерсмит». Но автор отмечает, что название «Хаммерсмит» не совсем удачное для этого сюжета, потому что сам Уильям Моррис называл этим термином «все узоры для ковров ручной работы». И использовал термин «Хаммерсмит», чтобы отличать ковры по своим эскизам от остальных ковров ручной работы, которые были представлены в викторианской Англии. Справа мы видим фотографию подушки с цветком. Схема этого цветка также представлена в книге, но мы с ней познакомимся чуть позже. Она расположена дальше. А вот так выглядит 1,4-я часть схемы для представленного ковра «Хаммерсмит». Следующий разворот – узор герань. Он был заимствован с керамической плитки Джорджа Мо. И следующий разворот посвящен полной схеме данного сюжета. Сюжет получается размером 37 на 37 сантиметров при выполнении на 14 конве. Следующий сюжет – садовые цветы. Есть здесь несколько вариантов. Слева можно видеть удлиненный вариант вышивки с весенними садовыми цветами на темном фоне, оформленными как небольшой столик. А справа мы видим две подушки с двумя узорами – весенние садовые цветы и летние садовые цветы. И подушки сфотографированы на садовой скамейке. И далее мы видим эти схемы. Первая схема – садовые цветы весна. Размер работы на 14 конве будет 38 на 37 сантиметров. И здесь предлагается два варианта оформления этого сюжета в подушку и в скатерть. И на следующей странице мы видим сюжет – садовые цветы лета. Из этих двух работ мне больше всего нравятся именно садовые цветы лета. Здесь за счет более ярких цветков, васильков и маков. Следующий разворот посвящен цветочным мотивам. Слева вы можете видеть ковер хризантема на оригинальном кремовом фоне. В основном он расположен выше и ниже расположен этот ковер, выполненный на, как пишет автор, драматичном темно-сером фоне. С правой стороны вы можете видеть ковер роза. И также сюжеты, выполненные отдельно, как две подушки. Тоже выполнены в разных цветовых вариациях, в разном цветовом решении фона. И это как раз тот сюжет, который мы некоторое время назад с вами могли видеть, как подушку на стуле. На следующем развороте представлен ковер гвоздика, который сшит из четырех фрагментов на плотной конве номер 12. И с правой стороны показан пример этого ковра и выполненной подушки в интерьере. И вот эта схема сюжета роза. Эта схема мне тоже нравится, и этот сюжет, я думаю, точно буду вышивать. Здесь тоже предлагается выполнить двумя цветовыми решениями в розовых тонах и чуть ниже на правой стороне в голубых тонах, где представлена эта подушка в окружении китайского фарфора. Размер работы составляет 27,5 на 27,5 сантиметров при условии вышивки на конве 7 или 8 каунта. И поскольку сюжет совсем небольшой, в крестиках от 78 на 75, то и схема здесь гораздо более крупная, чем других сюжетов. И с этой схемой можно легко работать, не отличивая дополнительно. Наконец, следующий сюжет, тоже из цветочной серии Гвоздика. Здесь размер чуть-чуть побольше, 28,5 на 28,5. И выполнены эти цветы в желтых тонах. Следующий вариант – подушки Гвоздика с дополнением не только желтых, но и темно-красных цветов. Следующим представлен ковер Хризантема. Его схема, результат этой работы составит 110 на 77 сантиметров на шестой конве. И здесь представлена только половина схемы. И это был последний сюжет, представленный в книге. Далее на сотой странице начинаются некоторые рекомендации по вышивке. С чего начать, как выбрать канву, как узнать размер будущего узора, какими нитками вышиваются эти сюжеты. Поскольку я уже останавливалась на вопросе материалов шерсти от фирмы Эпплтон, здесь указывается, что это тонкая крученая шерстяная нить в два сложения. Этой тонкой шерстяной нитью можно вышивать как в одну нить на конве более мелкого каунта, так и в пять-шесть нитей при вышивке ковров. Также идут рекомендации по поводу игл, пялец и рам, переносных рам, которые используются при вышивке. Круглых пялец, как закрепить ткань на раме, объясняется на фотографиях, как изготовить шаблон, формы именно для оформления прикладных элементов, таких как обтяжка, сидение, стула. Работа со схемой. Как изменить схему. И на следующем развороте идёт объяснение швов. Здесь начинают со шва Птипоинт, но мне показался этот перевод странным, возможно, здесь имелся в виду всё-таки Петитпоинт, то, что мы чаще привыкли называть. И если посмотреть на эти фотографии, то выглядят эти стишки, как обычные полукрестики. Также есть рекомендация по выполнению данного шва в шахматном порядке. На следующем развороте показан обычный шов-крест. Кашемировый шов, которым предлагается зашивать большие участки фона, но подчёркивается, что, с одной стороны, этот шов прочнее гобелена, но он менее долговечен, чем первый. Объясняется и сам гобеленовый шов, который здесь рекомендуется использовать для вышивания обивки сидений. И ниже следует кирпичный шов. Причём можно обратить внимание, что в данном случае гобеленовый шов отличается от гобеленового стежка, к которому мы привыкли в наборах. Он здесь не выглядит как полукрест, не наклонный стежок, а просто вертикальный. И это важное отличие. Далее здесь объясняется вопрос растягивания вышивки, подготовки к оформлению в раму. И объясняется, как создать подкладку для готового ковра. Ещё тоже присутствуют некоторые здесь иллюстрации, как выполнить бахрому, как создать ковёр из отдельных фрагментов, как сшить эти квадраты. И на этом книга завершается. Надеюсь, что вам было интересно и полезно посмотреть на эти сюжеты. Оставляйте, пожалуйста, своё мнение в комментариях и по поводу этой книги, какие, возможно, сюжеты вам хотелось бы увидеть вышитыми из неё. И, возможно, они войдут в мои будущие рукодельные планы быстрее. И также, пожалуйста, напоминаю, можете оставить своё мнение как в комментариях к этому видео, так и в комментариях к видео моей рукодельной библиотеки за обзор какой книги вы бы проголосовали, какую книгу вы хотите увидеть следующей. А также, если вы уже вышивали по этой книге или обладаете какой-то информацией по поводу шерсти Эпплтон и возможности заказать эту пряжу в Россию, тоже, пожалуйста, напишите. Вы мне тогда очень поможете разобраться в этом вопросе полностью. Спасибо всем большое за внимание. Спасибо за ваши просмотры. И до скорых новых встреч. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok